здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв на роман айзека зимова основание и земля другие переводы академия и земля фонд и земля наши герои с которыми мы познакомились в шестой книге по хронологии галактической империи это янов пилорат и голан тревис они продолжают прыжки на своем супер современном корабле в поисках земли и в начале у них это плохо получается они не знают что искать и где искать они отправляются с планеты гея то которая я мы гея и взяв с собой близ которая полностью именует себя как близ сено биорелла и они совершают первый прыжок и оказываются на кома по ореллоне это одна из планет на окраине бывшей галактической империи которая была очень рада когда галактическая империя развалилась и таким образом ком порил он получил независимость и возможность проводить свою собственную политику и то что появилась первое основание и основание начала захватывать власть в галактике ком порилону очень сильно не нравится однако они увидели для себя преимущество в том что они могут захватить корабль голана тревиза и использовать его своих целях поэтому они пропускают через шлюз этот корабль и он садится на планете когда голан тревиз узнает о планах ком порилона общаясь с представительницы администрации этой планеты то он предлагает все свои дипломатические усилия для того чтобы вызволить свой корабль и экипаж и улететь прочь здесь сделаю небольшое отступление и напомню что вслед за голаном тревизом был послан еще один корабль но насколько я помню они оторвались от него сразу после посещения геи гея так смогла запудрить им мозги по-другому не скажешь что они все вернулись на свои планеты на первое основание на терминус и на второе основание на трантор голан тревиз он получает координаты трех планет на как которые могут быть землей и отправляется к первой из них они прыгают и оказываются на авроре но оказалось что аврора это пустая планета тут нет человеческих жизней но есть разумная жизнь в виде огромных собак видимо биогенез пошел таким образом что это заброшенная планета начала таким образом произошла эволюция что появились разумные собаки которые общаются телепатически благодаря телепатии близ и тому что близ призвала на помощь гею пусть она и далеко им удается обезвредить этих собак и забравшись на корабль покинуть эту планету они снова прыгают по еще одним координатам которые они получили на компо орелоне и оказываются в солярии как оказалось что солярия была достаточно сильно измучена и осталось только лишь 1200 человек но это необычные люди а гермафродиты которые порождают себе потомка и воспитывают его так каждый гермафродит он обязан до своей смерти полностью передать свои знания своему потомку который тоже гермафродит а до ну так называемого совершеннолетия этот потомок не имеет никаких прав если основной хозяин поместье а планета разделена на поместье погибает то этого потомка уничтожают недостигшего совершеннолетия а управляющим поместьем назначается кто-то из других поместьй которые имеет право управлять так они наши герои посадятся на эту планету и захватываются одним из таких гермафродитов он объясняет проводит их в свое поместье показывает как она устроена говорит что все освещение и скажем так механические приборы работают от его телепатических ушей так называемых которые располагаются где-то на затылке и какой-то момент он хочет убить наших героев но близ снова вмешивается она хочет рассчитать силу с которой она может воздействовать на этого гермафродита чтобы его обездвижить но не рассчитывает силу и убивает его что приводит ее в ужас потому что сторонники геи они считают что убийство зря то есть убивать зря плохо то есть если они убивают допустим какое-то животное на своей планете то они это делал только в том случае если животное допустим ослаблено либо в том случае если они хотят употребить его в пищу а другой пищи нет при этом они стараются скажем так питаться растениями здесь основа делаю небольшое отступление напомню вам про про фильм аватар который практически это вот концепция живой планеты и жизни в гармонии с окружающей средой полностью списана из шестой книги серии основания и оказывается и вернемся обратно к роману оказывается что на солярии они убили хозяина поместья а у него был потомок но этот потомок несовершеннолетний он не готов вступить в права владения поэтому по законам солярия его убьют и жалевшись над этим потомком они забирают его на корабль и убегают с этой планеты они снова прыгают по третьим координатам и оказываются в мельпомене мельпомена это была последний последний третий мир последние координаты которые они получили на компорилоне и они высаживаются на эту планету вокруг каменные глыбы ничего нет высокое содержание углекислого газа они спускаются в скафандрах и они понимают что у них очень мало времени потому что в скафандрах запас кислорода ограничено и они находят помещение какое-то крытое помещение а там старый компьютер и голому тревизу каким-то чудом удается запустить этот компьютер и выяснить и они не успевают они не успевают они видят что этот компьютер начинает очень резко обрастать хом они начинают убегать и какой-то момент тревиз замечает колонну он фотографирует эту колонну и оказывается что на этой колонне все координаты всех 50 планет космонитов они быстро быстро убегают кораблю на подходе к кораблю они а мог уже проник в скафандры они соответственно обрабатывают скафандры ультрафиолетом чтобы убить мог и они забираются в шлюз но при этом они не могут пройти в корабль потому что они боятся что они заберут собой мог они проходят очень жесткую обработку скафандры самих себя и так далее после чего они попадают на корабль но удача и в этот раз сопутствует голланд тревиз заносит все координаты в компьютер и ему приходит гениальная мысль что эти координаты они находятся на какой-то воображаемой сфере а центр этой сферы это координаты исходной земли сделав это предположение он выясняет что этот центр находится где-то в районе сириуса они летят туда и прибывают еще на одну планету на планету альфа который на которая вращается вокруг одной из двойной двойных звезд сириуса поскольку двойные звезды обладают достаточно мощным тихотением то в каждой из планетных систем вокруг каждый из этих звезд вращается максимум 4 5 планет потому что если у нас будет больше планет вокруг каждой из звезд то непонятно по какой-то траектории дальние планеты но по отношению вот к этой звезде если будет дальняя планета то она будет близко доходиться ближе к ко второй звезде и соответственно это вот дальняя планета может описывать какую-то непонятную восьмерку поэтому на таких вокруг таких звездных систем вокруг каждой из звезд вращается минимальное количество планет или же вообще никаких планет не вращается потому что они не могут образоваться из-за сильного тихотения между звездами и они прибывают на альфу и оказывается что альфа эта планета водная то есть практически вся поверхность покрыта водой они облетают планету вокруг и обнаруживают что есть небольшой клочок земли 15 тысяч квадратных километров и на нем есть люди они садятся в этой колонии и узнают историю что оказывается что они прибыли с настоящей земли и что настоящая земля находится чуть-чуть надо было немножко про пролететь немножко было тириуса в сторону и им голланд трэвис заводит близкие отношения с одной из женщин этого племени и в какой-то момент она ему рассказывает что им надо бежать потому что а когда мужчины вернутся из водного похода они рыбачат на дальних расстояниях то всех этих путешественников убьют чтобы никто не узнал что на альфе есть жизнь они садятся в корабль путешественники наши садятся в корабль прыгают и делают еще один прыжок который компьютер очень долго рассчитывает потому что оказывается что звездная система в которой земля она очень плотная для пространственного прыжка и что прыгнуть сделать прыжок и оказаться очень близко к земле не получится и компьютер рассчитывает таким образом чтобы оказаться на окраине системы и потом они потихоньку приближаются уже на обычной скорости, проходя все планеты. А они уже знают по рассказам, по расчетам, по легендам, что пятая планета очень большая, а шестая планета имеет кольца. Ну, собственно, мы это и так знаем. И они летят мимо этих планет и прибывают к Земле. Но как только они приближаются к Земле, она дает радиацию. Показывает, что она радиоактивна. Но около Земли есть спутник Луна. И они начинают облетать Луну, и Фолом, вот этот гермафродит, которого они взяли на одной из планет, чувствует мозг кого-то, какую-то мозговую активность. Они подлетают к этому месту на Луне, и их затягивает лучом внутрь Луны. И они встречаются с роботом Даниэлем Оливу, который также известен, как Эду Демерзель или же Человек Хьюмид. Таким образом, Айзек Азимов заканчивает свою семилогию на этом, говоря словами, опять же, робота Даниэля Олива, что он умирает, этот робот, и ему нужен последователь. Именно поэтому он отправлял свои телепатические сигналы, управляя и Близ, и Тревисом, и таким образом, чтобы они облетели все планеты, которые они облетели, и Гею, потому что с Геей нужна была Близ, Близ нужна была, чтобы защищать их, и Фолом, для того, чтобы это Фолом стало потом наследницей Даниэля Оливу, которой он бы передал все свои знания, которые он получил за 20 тысяч лет своей жизни как робот. Оказалось, что этот робот имеет позитронный мозг, но, поскольку ему нужно хранить большое количество информации, этот мозг нужно менять. И получилось так, что последнюю замену он сделал 600 лет назад. Как раз незадолго до того, как Гарри Селдон разработал свою психоисторию, до того, как Гарри Селдон вообще появляется на арене Трандера. И он говорит, робот, что первый мозг служил очень долго. Он был, скажем так, первого поколения, но, однако, у него была маленькая производительность и маленькая вместимость памяти. Но на 10 тысяч лет его хватило. Каждая новая усовершенствованная модель служила меньше, поскольку она была более быстродейственная и обладала большей памятью. И нужно было менять мозг чаще. Но, к сожалению, последняя модель, которая сейчас у него вставлена, исчерпала себя. Следующая модель, которую он мог бы создать за это время, могла бы быть более производительна, но дала бы ему максимум 300 лет еще. И он считал, что для него это не вариант. И он оставляет Фолум на Луне, чтобы передать ей знания. Это коротко о том, собственно, пересказ событий седьмой книги, опять же, фронологии и вселенной основания. Сейчас хотелось бы остановиться на другом. Я думаю, что Айзек Азимов очень сильно, очень сильно почему-то ударился в спасение планеты. В своих, скажем так, последних двух книгах. С чем это связано? Когда он еще был малоизвестен, то есть в начале 50-х годов, и когда он вроде бы как написал фантастические книги, которые стали массово известными, и потом он дальше писал другие рассказы, он писал и про роботов и так далее. Скажем так, доверия к раннему Айзеку Азимову больше, чем доверия к позднему Айзеку Азимову. И в видео, посвященном обзору, по сути, последней книге из серии «Основания» Айзека Азимова, в конце дам очень короткую характеристику, отзыв, ну и, может быть, немножко впечатлений о сериале «Основания», который вышел осенью 2021 года. Сериал снят Apple TV, имеет выдающуюся графику, благодаря, видимо, тем мощностям компьютерным, которые имеет сама Apple. какой-то, какой-никакой сюжет, сохранены, костяк, костяк героев сохранен. К сожалению, для меня, как человек, который прочитал книги, все семь книг Азека Азимова, от сюжета оставлены крохи. И говорить о сериале как о... что он снят по книге, нет. Он снят, скорее, по мотивам книги. Или как по-английски было написано «based on», то есть на основе тех идей, которые были в книге. Очень сильно переработанная концепция. И в те локации, которые описывает Азимов, просто помещены герои, которые он описывает, но совершенно другими сюжетами. В основном с другими сюжетами. Конечно, какие-то... какая-то основная нить канва оставлена. Ну, скажем так, это... Как это говорят знатоки кино и сериалов, это отсылки к книге, пасхалке. О героях оставлены Гарри Селдон, Сальвор, Хардин, Демерзель, Император Галактики, Галдорник, Райч. И, возможно, еще кого-то вспомню. Что поражает в начале просмотра этого сериала? Это, конечно же, отступление от сюжета. Книги. Когда я прочитал о том, что будет сниматься сериал, первая мысль о том, что, наконец-таки, на уровне современных технологий кинопроизводства они смогут взять эту историю с самого начала с книги «Прелюдия» к основанию и показать нам все по порядку. В пяти, там, шести, семи сезонах. Но уже первая серия не оставила от этого, скажем так, ожидания камня на камне. А первые пять серий самого основания, они больше напоминают Тегомотину, чем какое-то развитие сюжета. сценаристы начинают какую-то линию, бросают ее. Сценаристы дают нам какую-то затравку, бросают ее. Но хорошо, что хотя бы к концу первого сезона, в десятой серии, они свели все эти начатые, незаконченные линии, которые они начали в первых сериях, в одну. Закончили эти линии. показали нам какой-то финал. Дальше будут большие спойлеры. То есть, если вы не смотрели сериал, то просто закрывайте видео, потому что уже конец видео. Я расскажу сейчас про сериал, и больше дальше ничего не будет, никакой информации. Про героев. Я сделал табличку о том, какие герои оставлены, с какими функциями, и чем отличается книга от сериала. Или, скорее сказать, сериал от книги, потому что сериал вышел позднее. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание, за то, что мы с вами начали год назад обзор этих книг, и закончили их сейчас. Всего вам доброго, и до новых встреч.